Афиша на телеканале «Культура» Афиша на телеканале «Культура» В Московском музее современного искусства на Гоголевском проходит выставка «Парк Горького. Фабрика счастливых людей», посвященная 90-летию Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Студенты мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменковича в ГИТИСе представили историю парка в форме тотальной инсталляции с использованием фотографий, скульптур, архивных документов, афиш и картины российских художников разных поколений. Фестиваль «Звезды на Байкале» в Иркутске продолжается концертом камерной музыки с участием Дениса Мацуева, Бориса Бровцина, Александра Малафеева, Ивана Бессонова, Александры Довгань и Нарека Ахмазаряна. Ярославский театр имени Волкова открывает новый сезон и показывает премьерный спектакль «Нам не страшен серый волк» по пьесе Эдварда Олбе «Кто боится Вирджинии Вулфа». Режиссер-постановщик Евгений Марчелли в главных ролях Анастасии Светлова и Алексей Кузьмин. Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера» шедевры Лейденской коллекции переехала в Петербург и открывается 5 сентября в Эрмитаже. В экспозиции произведения Рембрандта, Франца Хальса, Геррито Дау, Яна Ливинса, Вермеера, Леонардо да Винчи и других мастеров из Лейденской коллекции Томаса Каплана и Дафны Реканать Каплан. Государственная капелла Берлина под управлением Даниэль Баренбойма продолжает программу первой международной биеннале Пьера Булеза в Парижской филармонии и исполняет сочинения Клода Ди Бюси. Новый концертный сезон начинает симфонический оркестр Сан-Франциско в Дэвис-Симфонии Холли, солист Ицхак Перлман. За дирижерским пультом Майкл Тилсон Томас. А в Музее почетного легиона в Сан-Франциско проходит выставка «Истина и красота. Прерафаэлиты и старые мастера». Это первая в Сан-Франциско масштабная экспозиция, посвященная искусству прерафаэлитов. Кураторы выставки представили творчество Данта Габриэля Рассетти, Уильяма Холмана Ханта и Джона Эверетта Миле в диалоге с полотнами Боттичелли, Рафаэля, Франжелико, Тициана, Веронезе, Перуджина, Мемлинга и Яна Ван Эйка. Так как именно творчество мастеров эпохи Возрождения вдохновляло братство прерафаэлитов и служило им художественным образцом. Выставка показывает, как менялось отношение прерафаэлитов к работам старых мастеров. На выставке представлены работы из крупнейших музейных собраний Германии, Италии, США, Австралии, Австрии и Великобритании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова